Осеннее время, темнеет рано, полевые работы в сумерке или ночью являются особо сложными из-за ограниченной видимости и потенциально опасны. Ограниченная видимость. Освещение является одним из самых важных аспектов безопасности при вечерних и ночных работах. Недостаточное освещение ухудшает видимость препятствий, ям, опасных материалов и других объектов, что может привести к травмам или несчастным случаям. Работники могут быть плохо видимы друг для друга или для транспорта, что увеличивает риск наезда или столкновения. Неиспользование светоотражающих элементов на своей одежде или транспортных средств делает их практически невидимыми в темноте. Опасности связаны с оборудованием. Работа с техникой и оборудованием в сумеречное время или ночью представляет опасность из-за ограниченной видимости. Внимание концентрируется на освещенных предметах, зрение не охватывает инструменты и механизмы, располагающиеся в темноте. Что потенциально может привести к травмам конечностей, электротравмам, спотканиям и падениям. Недостаточная коммуникация. Несвоевременное информирование об опасностях не заметили, упустили из виду, не предупредили. Будьте готовы к несчастным случаям. Опасности при перевозке сельскохозяйственной техники. Перемещение техники в темное время суток создает опасность как для самих водителей и работников, так и для посторонних людей, пешеходов. Водитель может не заметить другое транспортное средство и совершить непреднамеренное столкновение или наезд. Особо уязвимы ночью на дорогах и обочинах пешеходы. Водители часто замечают их в последний момент и не успевают принять необходимые меры для предотвращения аварии. Это может привести к серьезным последствиям, включая травмы и смерть пешеходов. Рекомендации Исключаем опасность Если нет срочной необходимости, в темное время суток лучше вообще не работать. Светоотражающие элементы Надевайте одежду со светоотражающими элементами. Это поможет сделать вас более заметными для других работников и транспорта, уменьшая риск наезда или столкновения. Светоотражающие ленты, жилеты или нарукавники должны быть яркими и хорошо видимыми в темноте. Достаточное освещение Перед проведением полевых работ в темное время обеспечьте достаточное освещение рабочих мест, используя яркие фонари, прожекторы и другие источники света. Разместите их таким образом, чтобы равномерно осветить рабочую зону и сделать видимыми препятствия, ямы или опасные материалы. Не забывайте включать фары при управлении транспортным средством в темное время суток. Это поможет улучшить видимость и предотвратить столкновения. Поддерживайте постоянную коммуникацию друг с другом и будьте внимательны к окружающей среде. Используйте радиосвязь или другие средства связи для своевременного обмена информацией и предупреждения о возможных опасностях. Будьте готовы к возможным несчастным случаям и сигнализируйте о них другим работникам или непосредственному руководству. Продолжение следует...